Продолжение следует... 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 Это сиренская бибра, а эта совсем маленькая. Поэтому практически все же из этой поправки это все равно единицы. Ну поэтому, поскольку этого нет, бай тяжелый, реально такого распада нет, а эти два в сумме дают практически все равно единицу. А еще что можно родить? Покварка. С-кварк. Вместо У можно родить С. В основном он идет СС. Вот это из косинус кодрибра, ВСС. Ну и можно подавшины ВСД. Это синус кодрибра. Но, хотя формально масса С-кварка меньше, чем ТАУ, масса С-кварка где-то полтора герва. Там они теперь имеют здесь. Это просто Т. Нужно, чтобы эта пара имела заряд минус единицу, как начальный заряд ТАУ. Масса С-кварка формально полтора герва, масса ТАУ 1,77. То есть формально распад мог выйти, но в пренебрежении тем, что, конечно, кварки еще сильно взаимодействуют и образуют связанное состояние видеодрома. А поскольку здесь запас маленький, всего там 300 мл, то гарантии нет. Но мы знаем реальный спектр адронов Шармовых, содержащих 1 С-кварк. Это самый низший такой адрон. Это пресоскалянный Денольмезон, у которого масса 1800, я не помню, ну, например, ватар. Вот это самый легкий. И он уже тяжелее ТАУ. Поэтому реально ТАУ шармованные адроны не распадаются. Ему массы не хватает. Ну, поэтому это все. Вот этого нет. Вот это все. Ну, теперь можно за ним написать ответ на полный шевелитал. В Борновском приближении. В Борновском приближении в том смысле, что когда это лептоны, то какие могут быть распоправки? Ну, какие-то петельки с обменом фотонов, в основном. Они очень маленькие. Когда это кварки, то когда это два кварка, то тут могут быть обмены глионов. Речь идет об инклюзивной ширине. Напоминаю, что когда речь идет об инклюзивной ширине, вернее, когда речь идет вообще о любой ширине, вы можете использовать вычисление в базисе полным всех адронов или всех кварк глионов. Когда энергии низкие, то адронный базис более разумный, там он доминирует со вкладами ближайших резонансов и так далее. Но когда это высокие энергии и полный инклюзив, то вас по ХХТ должны были учить, что работает теория возмущения в базисе кварк глионов. Константа связи при высоких энергиях уже логарифмически маленькая. И поэтому можно считать, просто по теории возмущения, хотя полную инклюзивную ширину. Ну, в кварковых каналах будут поправки за счет глионовых петелек типа альфа-с на пи. Альфа-с на пи не так мало. Это не альфа-с. Поэтому вообще-то их надо учитывать. Ну, люди, конечно, это посчитали. Значит, пишем ответ. Сначала пишем так. За единицу измерения можно взять одну лектонную муну. Вот эту. Ну, например, еди. Так. Теперь тут идет единица от распада на е. Пару. Дальше идет единица от распада на му пару. Дальше идет вклад от пары уд. Влд он сколько даст в этих единицах? Тройку, потому что по цвету три варианта родители. Поэтому будет три. А здесь будет то, что мы говорили. Влд в квадрате плюс Ввс в квадрате. Вот тут надо учесть вообще грехопоправки. Они выглядят от эватажа. Одна петлевая поправка, а для он, дает вот столько. Для альфа-эс, это альфа-эс, взятая на характерную энергию. Это вопрос скользкий. Чтобы это уточнить, надо считать следующие члены разложителей. Но, грубо говоря, на масштабе энергии Тау, вот этот альфа-эс, он где-то 0,3. Так что вот эта поправка росла в 10%. А он нам же достаточно молод. Не так, чтобы очень, но, во-первых, это почти. Мало того, тут посчитаны альфа-эс квадратные поправки, кажется, и альфа-эс кубные даже. То есть это все считается, в принципе, в лоб. Но давайте в цифрах прикинем. Это практически единицы. То есть получается 2 плюс 3. Это 5. И еще будет поправка 3 альфа-эс на 5. Если это одна десятка, то это 3 десятка. Ну, что-то в этом может быть. По сравнению с электронной шириной, полная ширина будет во столько раз больше. Ну, отсюда можно написать, что бренджинг электронный, правильно, единица, бежит на 5,4. И такой же умел он. Ну, теперь можно сравнить эксперимент. С одной девятнадцати. Так, а что у нас нужно перевернуть? Тут дано в секундах. А, бренджинг. Бренджинг. Столько раз падал в этом дело. Что-то ныти. Вот, меонный бренджинг. 17,36 сотых. Электронный бренджинг. 17,85. Ну, почти одно и то. Это 17,8. Тут получается 19. Ну, почти одно и то. Я не знаю, если сюда что-то добавить. Вот такое. Сейчас, 17,8. Еще раз. 5, 3, 3. Это 18,8. 17,8. Делить на 18,8. 5% разница. Ну. Надо подбирать. Ну, достаточно мало. Масса меона 0,1. А масса Тау почти 2. И это в квадрате. Это четверть процентов. Ну, короче. Надо с этим разбираться. Нам не хватает сколько? Делать процентов. Как раз. Я время. Комиссер. Делать процентов. Сколько лет. Фотонные поправки могут дать 1%, может быть даже 2%, ну короче, на уровне нескольких процентов надо же все аккуратно досить, поэтому конечно этим не будем заниматься. Так, хорошо. Теперь вернемся к тому, на чем мы буквально в прошлый раз остановились. Мы смотрели распад пиона, лептонные распадки пиона на иеню и меню. То есть я напомню, что у нас получилось. Это лептон какой-то, или е, или ню, или меню. Получилось так, g пиона в квадрате. Вот тут выскочил дополнительно масса лептонов в квадрате. А дальше по размерности будет масса пиона в квадрате. Если б не было подавления по спиральности, не было бы массы лептуна, то стояло бы масса пиона в пятых по размерности. А так, нужно сделать вот так. Здесь получилось 8 пиона. И тут была еще поправка. Я не помню, первая или вторая пиона, что у нас получилось. Одна в четверти идет из классового объема автоматически. И одна, по-моему, пошла из амплитуды. Вторая. Встать ее. Насколько я помню, есть простая формула, очень полезная для растетов. То есть, когда одна частица, масса М-м большое, распадается на две частицы, с массами М-1 и М-2, то это будет не хватать. И только там масса пиона была. Там еще F было. Кто был? FP на том, что еще не было. Что такое R? А, FP. А, да. Вот так. Пошел Парчик. Здесь была F, P, квадро, и 1 масса пиона. Что? В V2R квадроцик. Что? В V2R квадроцик. Не понял. В V2R. А, ну так. Вот это общий вид, еще раз говорю, когда одна частица масса М распадается на две частицы с массами М1 и М2, вот это импульс распада в системе Вакуума, чтобы каждый раз нам это не выводить. У нас тут в этом случае одна масса это масса Лептона, другая масса Нитрина равна нулю. Когда М2 равна нулю, то получается они одинаковые, корень извлекается и будет единиться минус М на М2. Это будет 2ПН. Ну вот этот множитель, вот, одна степень идет из формулы, из фазового объема. Так, только все буквой М, пусть амплитуда будет буквой Т. А М будет масса распадающаяся. Тогда это выглядит так, а здесь стоит вот так. Удобно сюда вставить двойку, тогда при безмассовом пределе, это будет единица. Если обе маленькие массы равны нулю, то это есть единица. Вот так удобно нормировать. Так вот, одна степень подаема, она идет просто из фазового объема. А вторая степень, она спрашивает из квадрата модуля. Ну хорошо. Так, ну, мы же говорили, что если я заменю, если тут электрон, ну так тут будет спешить. Где тут сказывается масса? Вот стоит масса электрона, жилье. Это главное меметичное. Либо правочка. Мартини Мачин. Если заменить электрон на мемезон, то мы можем написать прямо точно в этом смысле, что гамма Фи Е ню на гамма Фи В ню. То есть масса Е на Азамю квадрат. Мы поправку на фазовый объем. Вот я напишу приближенно. Ню надо учитывать, а масса электрона очень маленькая. Значит, это будет... Это заметно. Величина она не далеко от единиц. Масса Ню 100 мем, а масса 540 мем. Это одна вторая. Одна вторая квадрат, это четвертая. Так. Давайте попробуем снова поставить. Значит, масса Е, это 0,5. А масса Ню 100 мем. В этом это одна двухсотая квадрат. И еще где-то одна четвертая, вот эта знаменатель. Так. Это 10-4. И еще 16. Что-то мало. А, это четвертая наверх. Четвертая наверх, она сократится. Будет 10 минус 4. Вот это одна вторая. В квадрате одна четвертая на настоящее знаменатель. Поэтому она дает четвертую наверх. И вот эта четвертую сокращает. Будет близко к 10 минус 4. Давайте посмотрим. Пи. Брэнчинг. Е, ню. 1,2 на 10 минус 4. 1,2. Кимаши. У электрона и миона. Если запомню округленные. 106 и 511. У миона 105 с половиной. У электрона 511. Ну-ка попробуем, какого это. То есть мион 511. 106. Это лечена. 106 я скажу, что ли? 105. 105. 105. 105. Значит так, это я залгмывал, да, из 105, 26 квадратный, 0,23, не 0,25, а 0,23. Ну это только важно уточнить. Продолжение следует. Спасибо. 105,6 делить на 140 квадрат, приблизительно 1,2, правильно? Так, 0,23 квадрат, 1,86. Так, сколько перевернут, да? Что такое 1,86? У меня пустос 1,6 на 10,14. Еще раз. 105,6, 9,140, квадрат, 11, 0,43. Это число 0,43. Теперь надо сжать квадрат и перевернуть. 5,34. 2,36. И вот так какая-то цена получилась. У меня получилось 1,6 на 10,14. 1,6. Какой-то отдельный диван на 10,14. Какой-то стоит. Какой-то стоит. 1,6. Скажем. Но я 1,6. У меня вообще ничего не используется. Так. Ну, вот это не единица. В ФД в квадрате это 0,95. Вот это. Но, вот тут точно есть квадрат, да? Да. В прошлый раз вооружение есть? Так. Он еще на 0,95. Нет, он сократится. В ФД сократится. 4, там, И. Что-то там. Да. Здесь еще раз. Масса электронов. 511. Сейчас порядка. А тут. Что там будет? 106. 106. 106. 166. 1,3. 167. И да. 2,3. Да. И три. 2,3... ... Записанный. 1 на 2 до 10 минус 4. 1 на 25. Что-то не получается. Так, масса заряженного пиона 139, кажется. Так, заряженного 129 или 16. 129. Так, подробно. Спасибо. А, 1,28 у меня сейчас получается, это уже более-менее. Эксперимент 1,25. Ну, там здесь уже мелкие поправки, совсем маленькая разница. Хорошо. Теперь, что касается абсолютной величины, отдельно, например, распад ЕНЮ и ЕНЮ. Все известно, кроме ФП. ФП посчитать – это вопрос сильного взаимодействия. На решетке посчитано, с хорошей точностью, РП-137. Я думаю, формально – это параметрический толянта КХД. Но, конечно, точностью до двойки, тройки и так далее, параметрический только. Так. Теперь спрашивайте. Аналогичные. Можете придумать какие-то распады, которые были бы аналогом вот этого? Что мы там представляем? Что мы там представляем? А? Не правильно посчитано, что ли? Нет, у меня на 9-10 учились. Ну, вопрос поставлю. Вот аналог вот такого распада, чтобы мы могли сразу написать ответ, только для каких-то других, может быть, Лептонов или Андронов, что-то можно придумать? Ну, например, Лептоновую пару сохраняем, и Бизон можно заменить каким-то аналогом. Ну, например, можно взять К-, правильно? Вместо Д-минус. Можно взять Мизон. Вот это Мизон сделан из легких УД. Так? К сделан уже из С. Но можно сделать из С, шармованных. Это Д-минус. Д-минус это антицед Д. Можно взять Б-минус. Это Б анти У. Вот это всё, где-то скалярные Мизоны. Со спином 0 и почётность минус. Только сделаны из разных фейгов. Ну и, наконец, можно Д-кварт вот здесь заменить на С-кварт. Будет то, что называется ДС-визон. Тоже всё на скалярные, только странно. Ну, если всё по Ц-визон. Вот такой. То есть клайвер можете менять, а квантовые числа держим. Так. Ну вот, например, здесь я... Чем будет отличаться распад К-минус в лекторную парку? Что в этой формуле изменится, а что не изменится? Масса, конечно, Ви заменится на К, само собой. А ещё что-то? Вот это главное. Вот эта константа изменится. Вспомним, как она появилась. У нас был матричный бимин слабого заряженного тока. То ли у свертою, то ли где свертою. Если тут стоит минус, то бумагу тут надо написать где свертою. Это в точке 0. Его стандартно вот так пишет. Вот это определение констанции F. Какой матричный биминант появится, если вместо П будет стоять К? Какой ток здесь будет стоять? Каша стоит и задевается. Ну поэтому график такой. Эти два кварка должны сонегилировать. Дубль В виртуальный дает 3 тонны кварка. График тот же. Просто другие флейбы. Так. Поэтому этот ток, это странный аналог от этого. Вместо Т-кварка, КС-кварка. Вот все это. Ну и ответ дает не только константы F, а аналог от него. Если я ФП знаю, так? Вот она. Про ФК что-то можно сказать? Приблизительно. Чему она может быть равна? Чем отличается? Замена Т-кварка на С? Ну. В смысле, масса П не равна мастика? Не равна, конечно. Но так явно сюда масса не входит. Она скрыта, конечно. Но так явно сюда масса не входит. Вычислили. Вы должны всегда понимать, что это Каземберговские операторы. И все сильное взаимодействие тут есть. То есть на картинке, если хотите, можете вот тут нагрестать много-много глионов и все можно и всего. Понимаете? Вот тут все сильное взаимодействие сидит. Есть какой-то предел, в котором П и К одинаковые? А? Грямочка, пожалуйста. Вы себе говорите или мне? Нет. Никому. Никому. Есть пределы Су-3-хлеверной симметрии в КХД. В этом пределе масса У-кварка, Д-кварка и С-кварка считаются одинаковыми. И возникает Су-3-симметрия. И тогда пимезоны и камезоны являются членами одного оксета. Ваши того усилия? Еще нет, но даже сильно. Она не так сильно нарушена. Конечно, она не эзотомическая симметрия, которая нарушена на 1-2%. Она нарушена где-то 10%. Сильно зависит от того. В разных процессах она в двойку, в тройку может ходить. В одних процессах она случайно выполняется с точностью 5%. В других 10%, а бывает 20%, а бывает даже может быть и 36%. Сильно зависит. Но формально в пределе Су-3 ФК будет равна ФБ. Это понятно? Отличается не только за счет нарушения Су-3. Ну, без расчета невозможно сказать на сколько. Но ясно, что они не в два раза отличаются, а там ну... 10-20%, а может 30%. Вот все, что можно сказать из общих соображений. Это ФК тоже сейчас хорошо известно. Су-3. 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 Ну, это уже кинематик. Вот предсказание для отношений. Вот предсказание для отношений. Так, ну, мы можем, если нас интересует буквально число, то VLT квадрат, это где-то 0,95. А VOS в квадрате, это где-то... VOS это 0,22 в квадрате 484, что ли? Сколько будет 22? 244. 484. Ну, 0,05 можно взять. Я круглый. Нет, в смысле? 0,05. Ну, и можно так. Это тоже можно подставить. Поэтому число более-менее у нас есть. Теперь начнем сравнение с экспериментом. Для пимизона это одна из основных двух мод распады. Вернее, если мы тут возьмем мюк, да? Для пимизона это дает практически 600% ширины. Но для пимизона это не основная мода. У него основная мода распада не лептонная, а в два пиона. Надо посмотреть, какой бренчник лептонный. Камюню 64%, между прочим. Так что это, можно сказать, основная мода. А распад на два пиона 20,5%. Так что наоборот. Ну, хорошо. Значит, бренчник 63,5%. С половиной процента, да? На меню. А полная ширина, когда заряжено, тут дано в секундах. Надо переводить. Короче, мне неохота возиться дома. Я думаю, у каждого есть particle date. Сами поставьте цифру. Время не жалко. Ну, а что изменится, если я возьму Denison, например? Демизон этот. Ну, вот такой демизон. Это CD. Да? Ну, вернее, анти-CD. Вот тут будет C, а тут будет D. Вот эта вершина. А здесь будет стоять вот такой Кабаяши-Москавы. Кабива-Бадамы. Это типа синус тентов, синус Кабива тоже. Так? А в остальном, ну, масса, конечно, другая. Здесь будет вместо U C-квар, а вместо S D-квар. А тут будет D. А тут будет константа FD. Вот и цена. Д. Но константу FD предсказать уже на глаз нельзя, потому что никакой S4 симметрии близко. Масса C-кварка не близка к массе остальных легких кварков. Она полдорогая. Понимаете? Это вообще говоря, можно идти с обратной стороны. И считать его очень тяжелым. Это имеет смысл по сравнению с дядом КХД. C-кварка несколько раз тяжелее. Раз пять, даже четыре раза. Так? Но в этом связанном состоянии с C-кварк можно считать не тяжелым, не релятивистским. Это как атом водорода, да? Один тяжелый стоит в центре, а легкий вокруг него бегает. Легкий это будет эква, а тяжелый будет в центре. Это аналог волновой функции вначале координат. Но, к сожалению, это релятивистский и сильно взаимодействующий. Поэтому так просто посчитать все равно не получается. Но, опять-таки, она на сегодня хорошо вычислена достаточно на решетке. Ну, я не знаю. Скажем, в стадии у нас там что-то в этом роде. Это разумное приближение к точному ответу. Может быть 200. Где-то так. Ну, после этого вы можете подставить в эту же формулу. Видно, да? И получить. Да, аналогично для Б-визу. Надо заменить, чтобы верхний кварк был, а нижний кварк Б. Тут будет Б. Тут будет, ну, например, У. А это будет Б-минус. Это скалярный мизон. Самый легкий с Б-мизон. Но зато тут будет стоять ВОБ. А ВОБ очень маленькое число. Это 4 сотки. А оно входит в квадрат. Вероятность. Поэтому дико давится ширина распада электронного. Когда это, пока моя же мозгка была, он не выгорит. Нет, нет. ВОБ это не 4 сотки. Это 4 тысячных тоже. А вот если взять здесь С-кварк. И это будет, что называется, ВС-минус. Связано со стоянием В и С. То вот тут будет стоять ВС-В. Вот оно 4 сотки. Оно в 10 раз больше, чем ВОБ. Но поэтому при бросих равных отношениям бренджников БЦ-мизона. В лихтовную парню. Ну, вернее, ширины. По сравнению безу. Б. Обычный мизон. Это, прежде всего, отношение к АБ и Маскаву. Будет стоять ВС-В на ВОБ в квадрате. Это сотки. Вот это четверо, оно где-то 100 выигрывает. Но немножко еще отличаются константы. Вот эти. Аналог. ФВ тут будет стоять какая-то. Для ВМ-мизона будет стоять константы ВВ. А для ВС-мизона будет стоять константы ВС. Ну, они уже не... Ну, там они двойку квадрате дадут. Но сотня главные. Вот это главное. Ну, вот так вы можете теперь быстренько, если нужно, оценивать вот такого типа распада. Теперь есть такой вариант. Мы смотрели сейчас распады псевдоскалерных мизонов. Так? Есть векторные, есть всяких много отродов. Например, есть векторные мизоны. Которые по квадратным числам. Это один минус-минус. Ро-мизоны. Ну, нам нужны заряженные. Я имею в виду, что я беру заряженные. Вместо этого заряженного псевдоскалера я буду брать заряженный вектор. Который будет распадаться на электронную пару. Ну, это будет Ро-минус, например, да? А партнёром вот этого, псевдоскалера, есть то, что называется Детозвёздочка. Аналог рамезона, только содержащий циклан. Он тоже состоит из 10 людей. По флэверу. Но здесь у них спины складываются в ноль. А здесь в единицу. Это С-волна и тут С-волна. В кварковой модели. Понятно, что мы говорим? В кварковой модели это рассматривается как двух частично связанная система. Ну и когда это С-волна, то весь момент этой системы он делает только из спинов этих двух варков. Они могут сложиться в ноль или в единицу. В одном случае будет спиноль, это псевдоскалерный демизон, в другом случае векторный. Расчепление у нас довольно маленькое, если хватит тяжелые. Ну, поэтому эти близкие мезоны. Но квантовые числа у них разные. Это псевдоскалер, это лекция. То же самое для П-мезона. Формально то же самое для П и Ро. П-мезон, если вы представляете, как С-волна с антипараллельными спинами уйти, а Ро-мезон с параллельными. Ну, поэтому можно, например, рассматривать распад. Ро-минус. Вай-минус. Слава. Вместо оксиального тока будет работать верхний ток. И будет вот такой мазочный. Понятно? Оксиальный ток будет давать нур. У него неподходящая почетность. Ну, там же, если он не ест, то... Не хватает все равно. Если я напишу здесь чужой чудес, то здесь должен быть екстеринский термянин. Вот это истинный вектор. А это псевдор. Поэтому это совместит псевдор. Нет, ну просто теперь я, кстати, что он просто на дисплюкнет. Если раньше надо... Так я и не пишу. Я говорю, что в ответе обязательно должен быть екстерином. Этим екстерином нужно две нитекса свернуть и один нитек, чтобы останутся там же. А что есть в хозяйстве? Есть импульс? Один нитекс возьмем. И здесь вектор поляризации. Роббезона, он уделялось по второй веке. А больше еще нет третий индекс, если он сворачивает. Поэтому будет лучше. Это понятно? Еще раз. Вот. Это истинный вектор. Это псевдор вектор. Поэтому весь матричный элемент в целом это псевдор. Из него торчит индекс пиу. И по спину он вектор. Но по подчертности он псевдор вектор. А импульс и вектор поляризации это истинные векторы. И чтобы вот третий сделать псевдор, нужно использовать антисимметричные векции. Но у него четыре векса. Один из них должен торчать наружу. Остальные три надо свернуть. Но у нас в хозяйстве есть только два вектора, которые можно свернуть от третьего в один. Не хватает. Поэтому этот матричный элемент ноль. А вот это не ноль. Потому что это истинный вектор. Это истинный вектор. И все вместе истинный вектор. Эксель это не будет. Давайте заодно обсудим, как выглядит этот матричный элемент. Что можно написать в ответе? Два вектора. Да. То есть можно написать общий вид по Лоренцев. Будет уже и так. Во-первых, ну назовем его сначала вот так. Это какой-то вектор. Так? Этот вектор будет содержать импульс и вектор поляризации. Так вот то, что вектор поляризации входит общим множителем. Это очевидно? Или это, как наши слова объяснили? На самом деле, ответ имеет такую виду. Вектор поляризации это спиново-огоновая функция данного мезода. Она входит один раз автоматически и все. Все остальное зависит от импульса. Ну, например, если бы это был фирменом, то сюда бы пошла его спиново-огоновая функция, то есть спиново-огоновая функция, то есть спиново-огоновая функция. Один раз и общим множителем. А все остальное зависит только от импульса. Поэтому вот общий вид. А это будет так же с двумя индексами, которые надо делать только из импульса. И в общий вид можем написать. И в общий вид. Вот общий вид. Согласны? Ладно. Но b в квадрате не переменная. b в квадрате равно r в квадрате это константа. Поэтому это не функция, это константа. И поэтому лучше написать просто а и b. Два числа. Что? Е на b дойдет? Так. Е на b это 0. Поэтому, когда я буду смотреть через вектор поляризации, они автогональны. Вектор поляризации от b. Он знает про b. Он не мордогональны. Он не мордогональны. Поэтому этот член не работает. Работает только жилья. И поэтому общий вид остается, что этот индекс мюб переносится только вектор амориризации. А мне пульса он не переносится. Ну, поэтому можно так и написать. Я теперь пишу стандартную в армитризации. Она пишет так. f-рог, m-рог на вектор поляризации. Какой буквой я писал вектор поляризации? Вот этой? Пусть будет лучше е, чтобы не путать антисиметричной вообще. Пусть вот это будет как-то поляризация. Вот такая. Это же условность, как мы ее обозначили. То, что масса ρ выделяется, это тоже условность. Но если вот так то параметризовать, то вот эта константа f-рог, она будет иметь ту же размерность, что она будет аналогом константа f-p, которую она назвала для пимизона. Потому что у пимизона вместо вот этого стоял импульс. А размерность вот этого масса и размерность импульса массы. Поэтому вот эта константа f-рог так определенная, она аналога f-p. Ну и так принято на сегодня параметризовать. Ну после того, как вы этот материчный момент определили, вы увидите, что опять неизвестно является только одна константа. Все сильное взаимодействие в этом материчном моменте связывается к одной константе. Ну после этого можно писать все основную кинематику автоматически. И можете посчитать ширину распада ρ, например, μ. Тут принципиальная разница в том, что теперь не будет подтягивания пахеристов. Напомню. Когда, например, лептон летел сюда, а нейтрино сюда, то лептон у нас, если он безмассовый, он левый, у него спин против импульса, а антинетрино правый, у него спин по импульсу. И поэтому суммарная проекция момента на воск распада была всегда единица. И если это начальник был спин 0, то это был запрет, а свет был пропорциональна массе лептона. Но если начальник спина делится, то никакого даблета нет, и поэтому облитудовый спин не пропорциональна массе лептона. Ну, это, конечно, получается и само собой из формулы. Откуда выскакивала масса лептона, напомню. Матричный элемент адроны сворачивался с матричным элементом лептона, который имел вид вот такого типа. Лептонный ток, он умножался на адроны матричные элементы. Когда это для пивизона, это был импульс, равный сумме импульсов этих двух лептонов. То получалось по 1 со шляпкой, плюс по 2 со шляпкой и превращение массы электронных по уравнению диры. Видно? Вот это диро как из спин 0. Вот эта шляпка действует на спин 0, дает массу. Поэтому вот этот импульс от рода, он равен сумме импульсом лептона, и когда он сворачивается с этим лептонным током, он превращается в массы электронных. Но для ромезона вместо импульса стоит сектор поляризации, который наоборот, ну в 4-мерном смысле, он тогонален к импульсам. И поэтому, когда он сюда становится, и получается вот эта шляпка, то никакой массы электронных не выскакивает. Ну и поэтому, в пределе массы электронных равных нулю, распад ромезона не понадобит. Ну это и по картинке видно, да? И получается, что проекция момента единицы начального ромезона вполне может и мелькнуть, если у него спин 0. Поэтому формула будет похожа. Но вместо масса электрона будет стоять масса электронных. Вы знаете, вот на этом месте. То есть масса электрона будет 3-я степень, и там электрон, ну в соответствии с этим. В принципе, это всё правильно. Но это ненаблюдаемый процесс. Вот это вы осознаёте? Практически ненаблюдаемый. В принципе, он, конечно, наблюдает. А почему он практически ненаблюдаемый? А? А? Масса ровная сколько? Масса ровная социализм 0. Достаточно. Мён-то мы можем листировать? Что вы говорите? Мён-то мы листировать можем? Конечно, можем. Если мы говорим, что он, в принципе, наблюдает, а практически ненаблюдаемый, это означает, что по каким-то другим причинам его будет практически невозможно измерить. В принципе, для пимезона расклад на меню – это основной канал расклада. Он даёт почти 100%. Потому что пимезон распадается слабо. Он сильно не распадается, он самый лёгкий, ему некуда. А Робинзон распадается сильно. В два пилота. С шириной 150 м. Это сильный распад. Вероятность сильного распада. Вероятность слабого распада, по сравнению с сильным, она там, ну я не знаю, на 8-10 порядков подавлена. Вот почему-то Бренчинг будет на уровне… Но давайте прикинем. По размерности напишу, Бренчинг вот из таких же соображений. Что распад, рог, там, я не знаю, военний ух, массовый тонн уже можно выкинуть. Будет же ферми квадратный. Дальше будет фрог квадратный. И дальше по размерности будет масса рог в кубе. Ну а здесь будет что-нибудь типа 8-3. Вот, грубо говоря, и всё. С точностью до двойки. Можно посчитать аккуратнее двойку, но для оценки не нужно. А ширина распада рог в 2,5 – это сильный распад. Это если в ГЭВах, то это 0,15 ГЭВ, 151. А теперь можно сюда подставить цифры. Совсем грубо. g ферми – это 10-2 в ГЭВах квадрат. Это 10-4. Масса ρ в квадрате, ну, полутора, я не знаю, да? 7 в квадрате 50, да? 100. 0,7 в квадрате 0,5. 0,5, грубо говоря. Фрог константа – это где-то 200 мыф. В квадрате 0,04. 0,04. А ещё 0,5 – ещё 1. Масса рог в кубе в квадрате? Двойку я могу набливать, на самом деле. Тут разница будет намного порядка. Поэтому двойки ловить нет смысла. Вы, говорите, ещё одну двойку хотите сюда? Пожалуйста. Ну, и здесь стоит 3х8 – 25. Значит, это 4х10 – минус 2. Вот эти 20, сейчас, тут напишу 5х10 – минус 1. Вот эти 20 сокращу с этими 25. 10 минус 7. Видно? А тут 10 минус 1. В мрэнчах – 10 минус 6. – инструкции. Ромпло-аписильный распад. Вот так на пальцах и напишешь. Это экспериментальное место. И я уже 30-40 лет мерил ширину Ромезона Со всеми профилями произвели, наверное, один из главных вкладок в этот ответ давал Италия историческим. Первый начал делать встречные пучки, и мы обнаружили румизонный резонанс. Это экспериментальные случаи. А это у нашего счет слабого распада, оценка. Но видно, что, в принципе, где-то на уровне 10 минус 6. 10 минус 6, я не скажу, что это совсем уже ничтожная цифра. Но никто не видел такого распада, тем не менее. Не хватает статистики, точности и так далее. Поэтому реально вы должны об этом следа помнить. Если вы берете какой-то адрон и хотите смотреть его слабый распад, то практически его можно увидеть только тогда, когда этот адрон не распадается или за счет сильного, или за счет даже электромагнитного взаимодействия, которое будет давать ширину намного больше, чем слабый ширин. Только тогда слабую ширину реально можно облезать. Поэтому на самом деле, только небольшое число адронов распадается слабо. Потому что не могут распадаться ни сильные, ни электромагнитные. Или массы не хватает, или там запреты еще какие-то другие. И самые легкие только адроны. Я спрашиваю, что если адрон достаточно воспушеченный, так он сильно распадется на более легкие адроны. Всегда. Так или иначе. Поэтому те, которые не могут сильно распадаться, это обычно самые легкие адроны в канале с данными кванторами числа. Ну вот все доскалерные мизоны. Обычно самые легкие в кварковой модели. Это низшая славна. Кто еще? Нейтрон распадается, бета-распад нейтрона в протонную электронную пару. Самый легкий барион, это протон. Нейтрон где-то на полмега тяжелее. Поэтому сильно распасться нейтрон не может. Он должен был бы распасться на протон. И какой-то еще мизон. Но самый легкий мизон, это пемизон, 140 мега. Поэтому у нейтрона превышение массы нейтрона на протону всего полмега. Поэтому он сильно не может распадаться. Ему не хватает массы. Электромагнитно нейтронный протон имеет разный заряд. Он тоже не может испустить потон и превратиться в протон. Поэтому он распадается только слабо. Испуская электронную заряженную пару. Это бета-распад. Мы его будем обсуждать. Ну вот такие вот только случаи, когда адроны распадаются слабо, потому что не может распасться ни сильно, ни электромагнитно. Вот такие слабые распады можно наблюдать. А если он может распадаться сильно, то на фоне сильных ширин, слабой ширины, там на 6 или более порядка подавленных, их почти невозможно. Об этом надо помнить. Хорошо. Так, что у нас? О, так уже почти конец, да? И все кратко. Но в этом классе, если перевернуть, то есть осмысленный распад. Если взять наоборот тяжелый лифтон, то, например, Тау может распадаться Пи и Ню. Это понятно? Что это кросс-канал. От этой же диаграммы Мы просим нарисовать ее снова. Тау дает Ню, В, а В дает пару кванков, которые провисляют самотер. Это та же диаграмма, что и эта. Только повернутая боком в кросс-канал. Если это тяжелый лифтон, и ему хватает массы, так он так и будет распадаться. Поэтому Тау так распадается. И вот так он распадается. А кинематика распада Тау в Роню такая же, как Роми Ню. Только ну, поменялись ли пульсы некоторые изначально в конечном состоянии. Микрос-канал. Это видно? Но поэтому матричный элемент такой же. Это матричный элемент адронного тока. Если у вас тут стоит Роми Зон или Би Зон. Ну пусть Ром. Если это Тау минус, сюда пошел, то МВ минус. И он дал Д, Ан-Дю. И это будет Роми Ню. Вот это сладный ток наш. Вот это он и есть. Этот матричный элемент, он прямо войдет в эту амплитуду и умножится на лептонный ток, который только что стер, но стандартный лептонный ток. Начальный Тау, конец и Ню Тау. Это свободный спинер. А здесь будет стоять матричный элемент Адронный, который будет выглядеть так. Ром минус у нас теперь в конце будет. А тут будет что-то типа там было Д с чертой, то есть тут будет Д с чертой Д. Вот так. Гамма-В здесь не работает. Вот это понятно, что амплитуда распада Тау в Ро Ню она равна Ж ферме, корень из двух, ВОУД, умножить на вот это хозяйство. Это понятно? Ну так этот матричный элемент у нас написан, он сводится к константе Эфру. То же самое. Эфру? Кстати, было бы хорошо, что вы сами нашли Эфру. Спрашивается, из какого эксперимента можно вытащить константу Эфру? Вот это. А? Я думаю, вы сразу не сообразите. Значит, на там задание. Первое. Константа Эфру, возьмите, она равна где-то 210 мэф. Так? И подставьте это число вот сюда, и найдите ширину распада Тау в Ро Ню. Сравните с экспериментом. Так? Эфру где-то 210 мэф. Это первый тривиальный как бы вопрос. А менее тривиальный вопрос, подумайте. Из какого эксперимента можно вытащить, ну и что-то измерено экспериментально, можно вытащить, чему равна константа Эфру? Ширину распада Тау? Нет. Кого? Тау? Да, конечно. Ширину распада Тау можно вытащить. Но хотелось бы вытащить его откуда-то независимо, потом подставить сюда, и тогда можно и предсказать ширину распада Тау. Понимаете, чем разница? Ну, конечно, дело условно, что я использую, а что я предсказываю. Но в любом случае, подумайте, из какого эксперимента можно вытащить константа Эфру, и потом, чтобы ее можно было поставить сюда, и тогда мы уже будете предсказывать, чем равна ширина распада Тау уровня. Подскажу эксперимент и плюсы и минус. Так, вопросы? Вопросы есть? Нет. Матросов нет вопросов. Ну, ладно. Это все, наверное. Будьте здоровы.